Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. С наступлением осени количество заболевших ОРВИ растет, особенно среди школьников. Ведут ли в Самаре дистанционное обучение? В Самарской области мошенники начали действовать через портал госуслуги. На жительницу Тольятти пытались оформить кредит. Ориентироваться на необходимость, а не на типовые нормы. Самарским работодателям рассказали об изменениях в законодательстве, касающихся средств индивидуальной защиты. В Самаре раньше времени пожелтели каштаны, всему виной минирующая моль, как спасти благородные деревья. Четвертый международный фестиваль искусств «Шостакович над временем» в самом разгаре. На сцене Самарского академического театра драмы прошла премьера первого спектакля. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина приняли участие в расширенном заседании Президиума Государственного Совета. Он посвящен развитию рынка труда в стране на ближайшие годы. Заседание в Великом Новгороде провел президент Владимир Путин. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие руководители регионов, представители федерального правительства, деловые объединения. Заседанию предшествовал этап подготовки. Накануне состоялся семинар-совещание, на котором проанализировали состояние рынка труда в регионах, рассмотрели варианты совершенствования систем подготовки и переподготовки кадров, трудовой мобильности, поддержку малого бизнеса и другие. Ряд инициатив представил и наш регион. Открывая совещание, Владимир Путин подчеркнул, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. «Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики и ее социального измерения», отметил президент. Снижение безработицы носит системный, структурный характер и является результатом последовательных усилий власти по целому ряду направлений. В свою очередь, растущая экономика уже сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов, и в этой связи необходимо реагировать на долгосрочную перспективу, подчеркнул президент. Особое внимание необходимо уделить подготовке молодежи. По данному направлению правительство страны реализует специальную программу. На протяжении ближайшего десятилетия число молодых людей будет расти. Сейчас насчитывается 7 миллионов 300 тысяч граждан от 20 до 24 лет. К 2030 году их станет на миллион больше, а к 2035 – 9 миллионов 700 тысяч. В понедельник, 25 сентября, избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально вступит в должность. Торжественная церемония инаугурации начнется в 13 часов в здании правительства региона. В ней примет участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На церемонию по традиции также будут приглашены депутаты, общественники, руководители Министерства ведомств, крупных предприятий региона, главы городов и муниципальных районов области. Минздрав России поручил регионам готовиться к введению масочного режима в больницах. Это связано с сезонным ростом заболеваемости респираторными инфекциями. Медицинские учреждения в ближайшее время обязаны сформировать необходимый запас лекарств от вирусных заболеваний. В поликлиниках нужно выстроить маршрутизацию пациентов, сделать отдельные входы для больных с температурой, а также усилить участковую и инфекционную службы. По данным Министерства здравоохранения, в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Поэтому вслед за Москвой масочный режим в больницах и поликлиниках ввели в Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской, областях и Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе. Для пациентов масочный режим пока носит рекомендательный характер, а вот медперсонал обязан работать исключительно в масках. С наступлением осени ежегодно увеличивается количество заболевших ОРВИ и гриппом среди обучающихся и педагогов. Решение о переводе классов на дистанционное обучение принимают руководители школ на основании количества заболевших детей. Если это число превышает 20%, то директор переводит обучение в классе в дистанционный режим. Обстановка в целом по школам пока удовлетворительная, держим на контроле, но пока обстановка достаточно спокойная, в стандартном режиме. В Самарской области заканчивают собирать зерновые культуры. Сейчас аграрии ведут сбор гречихи, кукурузы, сои и льна, а также овощей. Самой большой по объему станет уборка подсолнечника, у которого только наступила биологическая зрелость. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 22 сентября предприятиями региона собрано более 2,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур и 140 тысяч тонн подсолнечника. Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий – основные задачи, поставленные главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями Самарской области. На состоявшейся в сентябре юбилейной Самарской агропромышленной выставке губернатор сказал, что в последние годы отрасль сельского хозяйства региона активно и динамично развивается, а это заметно и на федеральном уровне. В хозяйствах продолжается сев озимых зерновых культур. В текущем году озимые культуры были собраны с площади в 471 тысячу гектаров. Под урожай будущего года уже посеяно свыше 500 тысяч. В Самаре появились новые случаи мошенничества. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Самарской области. Сначала все идет по классической схеме. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками органов безопасности и уговаривают жертв перевести деньги на безопасные счета. Для убедительности они даже скидывают в мессенджерах фото поддельных служебных удостоверений ФСБ, справок из различных организаций и постановлений о возбуждении уголовного дела. После того, как мошенники получат деньги, они говорят потерпевшему, что средства перечислены в фонд поддержки ВСУ и информацию об этом передадут в правоохранительные органы России. Жертвы угрожают уголовной ответственностью, если она не отправит еще денег. В связи с этим региональное управление ФСБ призывает граждан быть бдительными и напоминает о необходимости соблюдения мер имущественной безопасности во время операции с банковскими картами. В Самарской области мошенники начали действовать через портал госуслуги, обманом получая доступ в личный кабинет пользователей. 40-летняя жительница Тольятти чуть не стала жертвой финансовой аферы, рассказали в региональном главке МВД России. В мессенджере женщине позвонили якобы сотрудники госуслуг и сообщили, что для предотвращения мошеннических действий необходимо сообщить код из СМС, что потерпевшая и сделала. Затем попыталась зайти в свой аккаунт, но он оказался заблокирован. Тогда женщина обратилась в МФЦ с просьбой вернуть доступ в личный кабинет, на что сотрудники сообщили, что со страницей неизвестный получил справки о доходах и удостоверении личности и от имени подал заявку на микрозайм в размере 16 тысяч рублей. Благодаря оперативному обращению потерпевшей в полицию удалось блокировать заявку на кредит и восстановить доступ к личной странице, пояснили в МВД. Сотрудники полиции предупреждают, что не нужно следовать инструкциям, полученным от неизвестных людей. Также никому нельзя сообщать коды, поступившие в СМС. Ориентироваться на производственную необходимость, а не на закрепленные нормы. В российском законодательстве произошли изменения, касающиеся сферы средств индивидуальной защиты. Что нужно сделать самарским работодателям, пояснили на специальном семинаре представители городской администрации и областной трудовой инспекции. Встреча состоялась в рамках промышленной выставки. 1 сентября в российском законодательстве произошли изменения, касающиеся сферы использования средств индивидуальной защиты. Если раньше в каждой отрасли для профессии был закреплен определенный список нормативных требований, то теперь на каждом предприятии смогут сами определять, что выдавать сотрудникам. Например, если рабочему по виду деятельности нужно определенное средство, а в нормах оно не закреплено, то ему смогут его выдать за счет работодателя. И наоборот, если в чем-то нет производственной необходимости, то это выдавать не будут. Эти нормы не учитывали специфику производства. В настоящий момент, с учетом риска ориентированного подхода, теперь работодатели могут немного корректировать, с учетом условий труда, каких трудятся их работники, эти самые выдаваемые средства индивидуальной защиты. Об этих нововведениях представителям самарских предприятий рассказали на форуме выставки «Промышленный салон». Лекцию провели специалисты городского департамента по управлению персоналом и областной инспекции труда. Работодателям разъяснили, что они сами смогут закреплять необходимый перечень во внутренних документах. Если им необходима помощь или консультация, то они имеют право обратиться выше указанной инстанции. Это не несет никакой нагрузки на работодателя, то есть он пишет нам письмо, просим привезти профилактическое мероприятие и указывает вопросы как раз-таки по обеспечению средствами индивидуальной защиты. Мы приходим, проводим своего рода консультацию выездную, можно сказать, аудит. Работодателям это в плюс. При этом у предприятий еще есть время внимательно все изучить и подготовиться. До конца 2024 года будет действовать переходный период. И работодатели вправе выбирать на это время – следовать закрепленным нормам или уже подготовить свои внутренние нормативные акты. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. На следующей неделе специалисты продолжат проводить ремонт и профилактику с кратковременным отключением холодной воды в Самаре. 28 сентября запланирована замена задвижек на улице Советской армии и Дебенко. Для этого с 10 утра 28 сентября до 6 утра 29 сентября холодную воду отключат по адресам улица Дебенко, 112, улица Советской армии, 93. Адрес установки бойлера – улица Дебенко, 112. А теперь коротко о других темах. В четверг вечером в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Женщина переходила дорогу по зебре, но была сбита автомобилем Mitsubishi SX. 25-летний водитель кроссовера двигался по улице 22-го партсъезда со стороны улицы Старозагора в направлении проспекта Карла Маркса. Напротив дома 154А по улице 22-го партсъезда он совершил наезд на 65-летнюю пенсионерку. В пресс-службе главного управления МВД уточнили, что она переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилая женщина доставлена в отделение хирургии. Что касается водителя, то он неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении него вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. В Новокуйбышевске горела установка в цехе. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Самарской области. В 23.30 поступило сообщение о пожаре в цехе по адресу Новокуйбышевск, улица Промышленная, 70А. В 7.47 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. На месте работали 135 человек и 36 единиц техники. В Самаре поменялась схема движения транспорта напротив Мегасити. Это связано с повышенной аварийностью на этом участке. На разворотной перемычке теперь будет одностороннее движение. Поворот налево по улице Новосадовой при движении в город на этом отрезке будет запрещен соответствующими дорожными знаками. Для поворота на улицу Новосадовую в обратном направлении и подъезда к улице Академика Платонова Министерство транспорта рекомендует использовать разворотную петлю, расположенную в районе АЗС. В связи с окончанием летних перевозок в Самарской области изменят расписание электричек. Об этом сообщили в СППК. Так, с 1 октября назначается ежедневно поезд 75-52 Созрань-1, отправление в 9.33, мирное прибытие в 12.30. Отменяется поезд 75-54 Созрань-1, отправление в 9.33, Самара прибытие в 12 часов. Отменяется поезд 63-10, 63-09, Самара, отправление в 12.31, Курумыч прибытие в 13.59. Назначается ежедневно поезд 63-22, 63-21, Самара, отправление в 13.09, Курумыч прибытие в 14.35. Кроме того, с 16 октября отменяются следующие поезда. 63-32, 63-31, Самара, отправление в 6.54, Курумыч прибытие в 0.8.22. Номера 63-34, 63-33, Курумыч отправление в 12.15, Самара, прибытие в 13.42. В субботу на главном стадионе Самары в 15.00 состоится матч между Крыльями Советов и Сочи. Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта. По окончании матча дополнительные трамваи номер 11 и номер 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке Самара-Арена, уточнили в городской администрации. Также к остановке улицы Алма-Атинская подадут дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 34, 41 и 67. Следующие в сторону проспекта Кирова. На остановке улица Дальняя пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы номер 1 и 67, которые довезут болельщиков до мехзавода, управленческого, красной глинки и крутых ключей. По информации городского департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Две фуры и бензовоз столкнулись на трассе под Самарой в Волжском районе. Об этом сообщает региональное управление МВД. Авария произошла на 61-м километре дороги Самара-Большая Черниговка вблизи села Озерки. На встречную полосу выехал МАЗ с мукой, у которого предположительно сломалось колесо, и столкнулся с фурой. После этого МАЗ по касательной задел бензовоз, от удара кабина грузовика загорелась. В результате водитель МАЗа получил травму ноги. Движение по трассе было временно ограничено. После ликвидации возгорания сотрудники МЧС организовали реверсивное движение. Обстоятельства ДТП выясняются. С 22 по 24 сентября сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверки. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Приоритетная цель – предотвратить ДТП с тяжкими последствиями, а также выявить водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. Четвертый международный фестиваль искусств «Шостакович над временем» в самом разгаре. На сцене Самарского академического театра драмы прошла премьера спектакля «Угрюм река, жизнь и океан». В роли Петра Громова и автора – народный артист России Валерий Баринов. Ксения Баканова увидела сибирскую эпопею и готова поделиться подробностями. «Мир ненавидит меня. Это тем я, государь, я разобью дальнейшую». Расступись, тайга, Прохор Громов идет. На сцене Самарского академического театра драмы премьера спектакля «Угрюм река, жизнь и океан». Одну из главных ролей в постановке исполняет народный артист Российской Федерации Валерий Баринов. Радовать самарского зрителя он приехал из Москвы. На счету актера более 100 ролей в теле и кинофильмах. Признается, для него этот спектакль не совсем театральный. «Тут есть момент такого отстранения, особенно у меня, поскольку я просто автор. Потому что я читаю авторский текст. Я могу тут себе позволить даже то, что от меня режиссер не ожидает. Так что вот такая свобода мне предоставлена, она мне очень симпатична». В постановке звучит квинтет Дмитрия Шостаковича. На сцене разворачивается настоящая эпическая драма по мотивам романа-писателя Вячеслава Шишкова. «Сюжет, фабула, идея, образ. Четыре главные составляющие романа-эпопеи по словам самого автора. Создавая камерную интерпретацию, мы следовали этому замыслу». Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. К концу рабочей недели накапливается усталость и нервное напряжение. Справиться с этими факторами и привести в равновесие мысли и общее психоэмоциональное состояние помогают прогулки на свежем воздухе, чтение книг или медитация. Но есть и новый метод восстановления сил – психокосметология. О том, что это такое и как воздействует на организм, расскажет Галина Топилина. Научиться говорить «нет», нащупать внутренний стержень и, расправив плечи, уверенно идти по жизни. С таким запросом Анна Вишневецкая пришла на курс по психокосметологии. Рассказывает, эффект от занятий не заставил себя долго ждать. По словам девушки, новое мироощущение стало хорошим подспорьем и в профессиональной деятельности, и в отношениях с пятилетним сыном. Психокосметология помогла мне в какой-то степени взрастить в себе вот этого взрослого. И в отношении с ребенком тоже наступили какие-то более, ну, улучшения. Я прочувствовала внутреннюю опору в самой себе, какую-то уверенность стала во мне намного больше. И для принятия каких-то решений, и, в принципе, даже внутренние ощущения намного-намного гармоничнее. Психокосметология – это направление, появившееся в 2006 году. В его основе – работа над внешним видом и привлекательностью за счет стабилизации эмоционального фона. Основная цель – сформировать улучшенную версию себя и стать ею. Во время занятий происходит позитивная психосоматика, и это научно доказанный эффект. У истоков психокосметологии – самарские психологи. Образы бывают, которые мы представляем, и образы бывают сенсорные, которые мы переживаем, чувствуем. Так вот, если взять улучшенную версию себя, хорошо ее, так сказать, сформировать, как образ, и дальше ее перевести на сенсорный уровень, на ощущения. А дальше этот сенсорный уровень опять вернуть и присвоить ему знак такой, ну, условный рефлекс. Этот сенсорный эффект, он срабатывает, и напряжение в лице и в теле уменьшается. Исследования по психокосметологии продолжаются. Сегодня психологический фактор становится одним из определяющих в формировании привлекательного женского образа. Галина Топилина, Петр Поломей, События. В Самаре раньше времени пожелтели каштаны, а их листья скрутились и выглядят болезненно. По словам специалистов, всему вино – минирующая моль. Благородные деревья могут даже погибнуть после встречи с личинками этого насекомого, ведь они буквально выпивают все жизненные соки из листьев. Как бороться с напастью, чтобы спасти деревья во дворах и на приусадебных участках, выяснила наша съемочная группа. Когда гусеница внедряется в лист и начинает прогрызать там ходы, вначале это одиночные желтоватые могут быть пятна, затем ходов становится больше, они сливаются вот в одно такое рыжее, коричневатое пятно. У бронзовели листья каштана далеко не из-за наступившей осени. Всему виной маленькие вредители – минирующая моль или архидский минер. В этом году жара поспособствовала активному развитию этих существ, которые поразили практически все каштаны на улицах Самары. Гусеницы этой моли уникальным способом наносят вред листьям. Прогрызают в них пути, которые и называются минами. Личинки пробираются ближе к прожилкам листьев и питаются растительным соком. Отсюда такой бронзовый окрас, сухость и слабость кроны дерева. Листья начинают опадать уже, ну в этом году буквально, да, с июня месяца уже начался этот листопад. То дерево к середине лета остается без листьев, что очень ослабляет дерево. А ослабленное дерево подвержено заболеваниям самым различным. И также ослабленное дерево может, например, не пережить до нашей морозной зимы. Для Самары явление достаточно редкое. Минирующая моль пришла к нам в регион относительно недавно. Каждая женская особь каштановой моли откладывает за свою жизнь от 20 до 80 яиц. Из них появляются личинки, они после набора сил закрываются в кокон. Листья опадают, выводок моли спокойно переживает зиму под слоем снега, и цикл повторяется. Начинается он с влупления новых бабочек. Пока что самым действенным методом борьбы с минирующей молью остается сбор упавшей листвы и в дальнейшем ее утилизация. По словам специалистов, только в одном килограмме пораженной листвы может содержаться до 4000 личинок минирующей моли. Со сбором листвы каштанов в Самарском ботаническом саду помогают волонтеры. На улицах города работают специалисты профильных предприятий. На дачных участках для защиты от минирующей моли можно использовать различные инсектициды. И лучше неоднократно, каждые 2-3 недели сезона. Реже практикует и другой способ защиты. В местах большого скопления паразитов выпускает насекомое, наездника трихограмму. Она способна отложить яйца в тела личинок моли, после чего те погибают. Но несмотря на урон, который наносит каштаном минирующая моль, для остальных растений, находящихся рядом с деревом, это насекомое угрозы не несет. Михаил Ермольенко, Петр Поломеев. События. Решение Мордкомитета конкурса среди городов Российской Федерации на звание «Культурная столица года». Народное голосование в социальной сети ВКонтакте завершится в час ночи 25 сентября. Предстоящие выходные – финальные дни голосования. Ближайшие 48 часов станут самыми активными и решающими. На сегодняшний день наметилось два явных лидера – Самара и Нижний Новгород. В голосовании уже приняли участие более 405 тысяч человек. Из них более 140 тысяч назвали «Культурной столицей года» Самару. Стать «Культурной столицей года» – не просто признание лидерских позиций города в области формирования комфортных условий для жизни горожан, но также большой задел на будущее. У нашего региона уже есть огромный опыт в реализации культурных, социальных, инфраструктурных проектов регионального и федерального уровня. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской сообщает о том, что 23 и 24 сентября Третьяковка в Самаре приглашает жителей на бесплатный фестиваль «Сад культур. Праздник урожая, экологии и искусства». Место проведения фестиваля – Самарский сад «Баланса» у фабрики кухни. Жители и гости города ждут ботанические экскурсии по саду «Баланса», а также лекции по апсайкл-дизайну, культуре городских огородов, экологичном образе жизни и об искусстве на свежем воздухе на камнях под надписью «Зим». Кроме того, в рамках фестиваля проведут мастер-классы по созданию букетов, арт-заготовкам, инсталляции и архитектуре садовых построек, устроят музыкальный концерт и модный показ. Вход свободный. Администрация железнодорожного района Самары в Телеграм-канале сообщает о вакансиях на предприятиях. Так, АО «Самарынефтепродукт» открыл вакансии водителя автомобиля, шкипера, оператора заправочных станций. Самарский электромеханический завод примет на работу слесаря механо-сборочных работ, обрубщика и маляра. Завод аэродромного оборудования ищет инженера-конструктора, инженера-технолога и фрезеровщика. А Самарский завод «Коммунар» – сборщика, слесаря-ремонтника и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться со всеми вакансиями можно на официальном сайте Государственной службы занятости Самарской области, а именно в разделе «Работа России». Администрация Кировского района в Телеграм-канале сообщает, что в Самаре продолжается ежегодная спорта-киада среди муниципальных служащих. Участие принимают команды из администрации города, городской думы, а также команды внутри городских районов. В четверг в соревнованиях по стритболу приняла участие команда Кировского района. Мероприятие проходило на спортивной площадке площади Куйбышева. Состав команды показал свою сплоченность, спортивную подготовку и волю к победе. По итогу этапа соревнований команда Кировского района вышла в полуфинал. Финал соревнований состоится 22 сентября. Командам предстоит сойтись в борьбе за первые четыре места. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова